Добрый день, здравствуйте, уважаемые блогеры, здравствуйте, уважаемая госпожа Новодворская и господин Боровой. Я хочу похоментировать ваше выступление 26 октября по поводу Конституции 1993 года. Я юрист, следственный работник бывший, Бессонов Алексей Борисович. Вы знаете, вот просто ваши аргументации по поводу Конституции 1993 года, с точки зрения профессионала, юриста, они не выдерживают никакой критики серьезной. Понимаете, ну вы посмотрите систему формирования власти, полномочия президента, статья 4, 83 статья Конституции, да, ту главу, вторую, которую вы прописали, права и свободы, ну это все совершенно декларативная, так сказать, глава. Можно и, понимаете, в этом плане, уважаемая госпожа Новодорская, вам стоит прослушать курс лес по конституционному праву. Я вам хочу сказать, что Конституция 1977-1936 года, 1977-го редакции, потом были изменения и так далее, она была абсолютно демократична, супер демократична, когда съезд избирал исполнительный орган, граждане избирали судей и так далее, граждане избирали депутатов, съезда отзывали и так далее. Была возможность, прямая возможность в рамках той Конституции 36-го, 37-го года на съездах победившей партии формировать правительство, формировать курс, что вы и не сделали. Вы, так сказать, с Ельцином победили фактически, да, тогда, эту группу, платформу создали Дема России, и дальше вы практически понимаете, что в рамках вот той советской демократической Конституции у вас нет шансов побеждать. Ну и навязали вот эту Конституцию, за которую население проголосовало с дикими полномочиями Ельцином. Сегодня, когда пришел Путин, я не его сторонник, я еще НКПРФ, я, извините, бывший сотрудник КГБ СССР, и давал присягу, и никогда ни в каких партиях не выходил. Ну, вам к сведению. В России за 100 лет было, если с указом Николая II считать, шесть Конституций, да, Конституции 18-го года, там были ограничения, определенные социальные группы, в случае полиция, вот мы решены были права голосовать, то, что вы предлагали. Вы предлагали, так сказать, нас решить избирательных прав, и так далее. Кстати, вы от Сталинских репрессий, госпожа Амадовская, вы пошли в Конституционный суд, когда пытались запросить КПСС, и получился большой пшик. Вы ни одного факта массовых репрессий вы не доказали в Конституционном суде. Там был Зорик, да, я его знаю прекрасно, если он бы, кого угодно, если бы он вам спросил, дайте документы реальные, ничего вы не принесли, не смогли доказать. Это произведение Солженицына, все это кумранские рукописи. Конкретные факты. Петров кто-то взял, тогда-то репрессирован, и так далее. Что касается репрессий, репрессий, репрессий Кручева, то же самое. Факт репрессии должно быть предварительное следствие, и так далее, все чоком были выполнены, и так далее. Поэтому вам нечем оперенировать, у вас нет никакой серьезной аргументации и серьезных доводов. Вы, естественно, ну, конечно, то, что с вами сделали, наверное, неправильно. Не нужно было вас сажать в психушку, и так далее. Но вы поймите, ни в одной стране, если вы призываете свергать власть, ну, ни в одной стране вас по головке не помогает, так сказать. Вы получите определенные срока, нужно вас было на законных основаниях осуждать, пока РСВСР в ваших действиях были составы преступлений. Психушки, конечно, тут ни при чем. Жизнь вам, конечно, тут, так сказать, сломали, и вы должны были матью листать, бабушкой и так далее. Вы всего были этого лишены, и это неправильно. Никаких психушек тут быть не должно. Это глупости. Осуждайте, на законных основаниях в процесс входите. Поэтому ваши доводы о Конституции 1993 года, они никакой критики не выдерживают. Это варварская Конституция. Варварская, авторитарная Конституция. Когда был Ельцин, вас все устраивало. Как сегодня вас вы начинаете вспомнить. Ах, и так далее. Потом, при этом же не были выборы. Я знаю, проходили выборы, когда он собирал все руководство ФСК, и прямо говорил, что ваше пребывание на месте дектора ФСК зависит от того, как страна проголосует за Конституцию, за выборы создали. И делали все, чтобы попало, чтобы только левые не пришли. И войну в Чечне ради этого начали, и мафия там начала, и так далее. Поэтому, господин Новодворская, вы женщина, прежде всего. Я никогда, так сказать, не допущусь до того, чтобы... И мне, откровенно говоря, жалко вашу судьбу. Потому что у женщины должны быть дети, у женщины должна быть семья, у женщины должны быть внуки. И, конечно, это плохо, что у вас, так сказать, там все это делали. Но в любой стране, если вы призываете свергать строй, как вы, что вы делали, в совершенно состав преступления, и у американцев это первая филония, и так далее. Поэтому, ну, давайте ей серьезную аргументацию. Вы понимаете, господин Новодворская, они на уровне сам дурак, понимаете? Потому что это не аргументация. Что там демократичного? Какая там демократия? Вы плюнули в 90-е годы при Ельцине на любую зародышу демократии. Если были нормальные выборы, всегда вы побеждали левых. Если нравится вам, не нравится, я служил, давал присягу своему народу. И был членом КПСС, и горжусь этим, и оставался членом КПРФ. И я вам хочу сказать, что, понимаете, если не давал присягу народу, то должен служить своему народу. Я служил своему народу. Я ругался с тем руководством ФСК, который Ельцин привел, жуликами, негодяями их называл, меня стреляли, требовал дела уголовные, чтобы отношения возбудили, и так далее. Но вы знаете, присяга и Родина, это не стусы слова. За нее убивают, за нее стреляют, за нее сажают, и так далее. И Ельцин, вы видите, что он вытворил. Никаких выборов не было в стране. Ничего они не избирали, все подтасовывали, и так далее. Но вы знаете, Славяна Владовская, ну признайте хотя бы очевидные факты, что действительно авторитарная конституция, дикая, варварская, и не пахло никакой демократии. Если бы были выборы, левые побеждали. А если народ сказал, что вы левые выиграли, все за народ, так сказать, умирают за это. И ходят под пули, на ножи бандитов, и так далее. Потому что твой народ, твоя Родина, и так далее. Поэтому давайте нормальную, серьезную аргументацию на то, что вы говорите. Спасибо, Бессонов Алексей Борисович. Вам честь не имею. Хотя вы женщины. Всего доброго. До свидания.